Вопрос. Является ли снежный человек продолжением неандертальцев? Вопрос. Многие ученые пытаются найти генетическую связь его с предками человека, выдвигают гипотезу, что древний человек сохранился каким-то образом в благоприятный период, обособился в других земных существ и в немногочисленных группировках просуществовал благополучное достащее время. Что вы можете сказать по данному вопросу? Ответ. О снежном человеке мы рассказывали в книге «Высший разум открывает тайны». Он не является продолжением рода древнего человека. Это особый вид человекоподобного разумного существа, созданного космической материальной системой для проведения специальных работ экологического характера на Земле. Разум его отличен от человеческого и рассчитан на другие операции. Снежный человек, хотя внешне напоминает древнего человека, но во много раз превосходит его по потенциалу души и своим способностям. А так как он обладает мощным энергопотенциалом, то способен подавлять волю человека и внушать ему свою волю или желаемые действия. У людей подобное свойство называется гипнозом. Снежный человек живет в своих ситуациях и разум его направлен на другое восприятие мира. У него отсутствует развитость чувств, частично он роботизирован и не обладает качествами, свойственными человеку. Но так как он живет в других ситуациях, то есть имеет свой образ существования, чем человек, то многие его поступки и действия могут расцениваться людьми как дикие, низменные. Данный вид завезен на нашу планету в готовом, уже во взрослом состоянии совсем недавнем, в XIX веке нашей эры. Ученые уже подтвердили, исследуя его клетку, что она имеет другую структуру, чем древний человек настоящей цивилизации. Причиной появления его на Земле является… . . *** *** *** *** *** ***